Этот документ совместное заключение Венецианской комиссии и ОБСЕ по вопросу изменения избирательной системы в Молдове. Заключение отрицательное. Почему? Причин множество. Основные доводы – законодательство должно быть ясным и всеобъемлющим, а также отвечать международным стандартам. Во-вторых, для изменения избирательной системы нужен широкий консенсус, достигнутый в ходе публичных консультаций со всеми заинтересованными сторонами. И самое главное – власти должны взять на себя обязательства внедрять все положения законодательства добросовестно. По всем этим пунктам у Венецианской комиссии очень много вопросов к нынешнему руководству Молдовы. Кроме того, эксперты считают недопустимым изменение избирательной системы, когда до выборов осталось совсем ничего. Особо подчеркивается, что смешанная система повысит уязвимость депутатов перед лицом интересов бизнес-групп. Прислушаются ли в Кишиневе к рекомендациям Венецианской комиссии? Что думают по этому поводу граждане страны? Что на самом деле происходит в Молдове? Кому и зачем нужно менять избирательное законодательство? И к чему все это может привести? История с изменением избирательного законодательства началась не вчера и даже не 5 мая 2017 года, когда парламент Молдовы в первом чтении проголосовал за соответствующий законопроект. Эту идею лидер демократической партии Владимир Плохотнюк вынашивал давно. С тех пор, как рейтинг его политформирования начал стремительно падать. Что-нибудь сделать с этим он уже не в силах, поэтому пошел другим, хорошо протаренным путем. Решил изменить правила самой игры. Так он уже делал год назад, когда с выборов президента путем изменения возрастного ценза был снят Ринато Усаты. В этот раз Плохотнюк решил убить сразу трех зайцев. Удержаться у власти, легализоваться в глазах внешних партнеров и собственных граждан и уничтожить оппозиционные партии, обеспечив себе контроль над ситуацией на долгие годы вперед, невзирая на мнение Венецианской комиссии. Об этом говорят уже молдавские политики и эксперты, обсуждая заключение европейских коллег. То, что мы наблюдаем сегодня, прямые открытые заявления о том, что рекомендации заключения Венецианской комиссии будут игнорированы, это абсолютно беспрецедентная ситуация. Беспрецедентная, потому что этого себе не позволял никто, и это не есть проявление суверенитета, это есть просто мафиозное бандитское поведение, потому что Молдова это ответственное государство, субъект международного права. Поэтому после заключения, я вообще думаю, что обсуждать плюсы и минусы различных систем, это бесполезно. Сейчас надо совершенно четко заявить о том, что этот закон должен быть отозван. Его принятие невозможно. Оно не мысли. Потому что если они все-таки этот закон проголосуют, это будет означать, что Молдова исключена из системы международных отношений, в том, что касается функционирования государственных институтов, защиты интересов, защиты фундаментальных прав и свобод и так далее. Очевидно, для власти уход в оппозицию неприемлемый сценарий. И она делает все, чтобы это избежать. Эти выборы, они выгодны не простым честным политикам, а богатым политикам. Выбрать дорогу дороже. Вот 50 компаний в каждом районе. А у кого деньги? У тех, кто угромляет. Или тех, с кем им поделились. Или тех, с кем поделились за то, чтобы они молчали и не использовали рычаги для расследования. Так вот, два-три месседжа. Политики, политологи, общественность требуют отозвать законопроект об изменении избирательной системы, за который 5 мая проголосовали молдавские парламентарии. Примечательно, что на рассмотрение он был внесен примерно так же, как создано ночное правительство Павла Филиппа. Спешно и полутайно, без широкой общественной дискуссии. Предлагается переход от выборов по партийным спискам к смешанной системе, то есть, чтобы половину депутатов выбирали на одномандатных округах. И самое интересное, смешанную систему сейчас активно продвигает президент. Игорь Дадон обозначил четыре условия, при которых готов поддержать изменения избирательной системы. Сохранение шестипроцентного барьера для партий, проведение выборов в один тур, открытие дополнительных участков за рубежом и избрание в парламент представителей Приднестровья. Оппозиционные партии утверждают, что эти условия – мишура, отвлекающая дымовая завеса. На самом деле, подчеркивают представители оппозиционных партий, речь идет об окончательном захвате государства Плохотнюком при пособничестве Игоря Дадона. В их сговоре и в том, что Дадон – человек Плохотнюка, уже практически никто не сомневается. Сегодня Дадон обманывает и предает целое государство, Республику Молдова. Откуда возьмется развитие у государства, если его предает сам президент? Откуда будет уважение к законам, если сам президент нарушает свою конституционную присягу? Плохотнюк – это враг Молдовы номер один. Глава государства Дадон пошел на сговор с главным врагом этого государства. Уже в мае по стране прокатилась волна протестов, которая, по словам вице-председателя нашей партии Дмитрия Чубашенко, также повлияла на решение Венецианской комиссии. Бельц, Кагул, Кишинев – против изменения избирательной системы, несмотря на провокации, которые устроила действующая власть. И протесты будут продолжены. Плохотнюк с Дадоном продолжат продвигать смешанную избирательную систему, несмотря ни на что. Так называемую реформу они планируют завершить в течение нескольких недель. Об этом и сам Дадон заявил на днях, уже никого не стесняясь. Это план Плохотнюка на ближайшее время. Под любым предлогом провести все-таки смешанную систему. Поэтому мы будем требовать, чтобы Дадон стал вместе с нами, чтобы Дадон стал вместе с народом и бросил все эти заигрывания Плохотнюком, потому что он превратится в Плохотнюка номер два. Значит, до конца лета у них должно быть все закончено с изменением в избирательной системе. И самое главное, чтобы хоть как-то успокоить людей, а на самом деле они это сделают для того, чтобы не успели подготовиться другие политические партии, они готовят досрочные парламентские выборы по смешанной системе. Это делается все для того, чтобы удержать власть, чтобы режим Плохотнюка существовал в Молдове многие годы вперед. Эксперты говорят, что смешанная избирательная система для Молдовы – это шаг назад. При этом подчеркивают, что большинство граждан страны не совсем понимают, о чем вообще идет речь. А речь идет о том, что если половина округов будут одномандатными, то Плохотнюк сможет попросту купить половину депутатов. А это значит, что его партия, у которой сегодня рейтинг в районе 5%, сможет получить в парламенте конституционное большинство, а сам Плохотнюк станет премьером им же захваченного государства. Что делать в этой ситуации? Просыпаться всей Молдове, говорит Рината Усатый. В противном случае можно потерять страну навсегда. Некоторые эксперты говорят даже о том, что участвовать в выборах по смешанной системе оппозиционным партиям бессмысленно. Сама ситуация требует неординарных решений от граждан государства. Какими они будут, покажет время. КОНЕЦ